Девушки отдыхают И последнее. Стали известны новые подробности о катастрофе индийского авиалайнера, которая случилась три недели назад в Стати Пинджан. Единственным уцелевшим после этой трагедии оказался наш соотечественник Олег Нестеров. У него нет ни одной царапины, тогда как все остальные 97 пассажиров погибли. И это вполне можно назвать чудом. На днях Олег вернулся домой. Он собирается встретиться с друзьями и рассказать о своем чудесном спасении. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Держи Девушки отдыхают 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 Ух, все сказано, как надо употреблять, там по лунному календарю, в общем, все. Ну, здесь все понятно. То, что рассказывает Леонид, просто фантастика. То есть помогает иметь детей в любом возрасте, при любом состоянии, я не знаю, как я тебе сказал. Ты не представляешь, как Ленка будет рада, потому что уже не только Ленка, и я отчаялся. Слушай, а денег-то хватило? Хватило, хватило. Хватило, да? Или ты? Хватило. Спасибо тебе. А ты уверен, да? Ну, что они там еще говорили, получится, да? Старик, не переживай. Все получится. Ты уверен, что получится? Монахи верят, получится. Главное, чтобы вы успели. Я даже не знаю, куда идти. Так и буду держать до прихода Ленкина. Лучше поставлю эту ураль. Главное, вам, братцы, успеть. Смотри, какие люди-то, а. Слушай, ты слышал что-нибудь про американских президентов Линкольн и Кеннеди? Ну, знаю, что обоих застрелили. А знаешь, что у Линкольна был секретарем человек по фамилии Кеннеди, а у Кеннеди человек был секретарем по фамилии Линкольн. Представляешь? А после смерти того и другого их преемниками стали люди, по странному ощущению обстоятельств, по фамилии Джонсон. Причем Эндрю Джонсон родился в 1808 году, а Линдон Джонсон в 1908 году. То есть разница в сто лет, а? При этом и Линкольн, и Кеннеди баллотировались и в президенты, и в Конгресс с разницей в сто лет, Лёва. Я только знаю, что Ленин в это время уже в шалаши сидел, но это всегда было эрудирование у меня. Почему ты это все говоришь? Потому что в истории все удивительно повторяется. Иногда как... Иногда как страшный сон. Совершенно неотвратимо. Хорошо, при чем здесь Линкольн, при чем здесь Кеннеди? Да при чем тут Линкольн, Кеннеди, я тебе говорю? Тогда скажи мне, что ты имеешь в виду? Я не могу, потому что мне страшно. Нет, все-таки на тебя катастрофа подействовала. Чего ты меня пугаешь? Что ты такую волну гонишь? Я бы ничего тебе не сказал, но этот вот... Ну чертов самолет! Я тебе объясню сейчас. Ой! Слушай, все началось действительно давно. Мне было шесть лет. Мать повела меня купаться. Ну то есть мы пошли куда-то на речку. Там она купаться мне запретила, потому что голова холодная. Я сидел там на песке, что-то строил какие-то крепости. У меня еще был маленький самосвальчик такой. Монка загорала, закрыла глаза. Знаешь, ну как, ну, прославилась, уснула. Когда проснулась, у меня на бляже не было. Не потерялся. И утонул. В смысле? Да в прямом смысле. Свидетели там были. Они видели меня вместе с самосвалом, входящим в воду. Эти свидетели не видели меня из воды, выходящим обратно. Началась паника. Вызвали водолазов-спасателей. Они полдня искали мое тело и... Не нашли. Но когда мать, чуть живая, приползла ночью домой и открыла дверь, она нашла меня спящим на ее кровати. При этом входная дверь нашей квартиры была закрыта на замок. Снаружи. То есть ты вообще не помнишь, когда попала в эту квартиру? Не помню. А сколько тебе лет было? Шесть. И ключей от квартиры у тебя не было? Какие ключи? Заванно. Не забавно, а страшно. После этого моего счастливого спасения, так? Прошло 21 день. Чего выпить нет? Прошло 21 день и банка умерла. Когда похоронник отчим мне потом сказал, говорит, она же тебя подменила. Я скажу, ничего не буду потом уже. Что, что он сказал? Она меня подменила. Ты жену мою не знал. Я даже не знал, что жена. И тебе же одному такое счастье. Но мы недолго прожили. У меня нашли тогда опухоль. Злокачественную. Но мне, конечно, никто об этом ничего не сказал. Вызвали ее к врачу туда. Ага. Ну, После того, как она узнала, я хожу, спрашиваю у них, что с ней. И говорят, она нас режет. Мы не знаем, нет такой в природе болезни. Она тает, и тает, и тает, и тает. Ровно через 21 день, как мать. И не стало. А тебя оперировали? Какой оперировали? Я абсолютно здоров. От опухоли не осталось следов. Вы хоть, вы хоть самый близкий, родной мне человек отдает свою жизнь за меня? Жена. А этого мать. А теперь ты самолет? Понимаешь? Я и спросил, чего ты кашляешь? Когда пришел. Что ты мешал до кашля? В смысле? В прямом ты когда заболел? А я-то при чем? При чем? Мне на сегодняшний день дороже тебя-то нет никого. При чем? Что-то я тебя совсем не понимаю. Ты себе объяснял. Меня подменяют. Самый близкий человек отдает свою жизнь за меня. Ну, близких? Ну, да. А я-то при чем? А что, мало того, что ты мой лучший друг? Это какую статью? Почему это? Я самый близкий тебе человек? А кто? Я что, брат? Сестра? А кто? Что? По крайней мере, для меня. На сегодняшний день мне дороже тебя никого нету. Не, ну, да глупость и народ. Почему? Почему ты решил, что я самый близкий тебе человек? Ты думаешь, я не гнал от себя, что ли, эту мысль там, когда понял, что катастрофа уже случилась? Я стал считать дни с этой самой авиакатастрофой. Дни и тебя. Дни и тебя. Это ты решил, что я твой близкий друг, а я тебе не близкий друг. Лёва, у меня нет никого дороже, чем ты на сегодняшний день. Ты можешь... Знаешь что? Сейчас. Из чего ты взял, что я твой близкий друг? Мы даже увидимся с тобой редко. Не знаю, но, однако, ты мой самый близкий друг на сегодняшний день. А вспомни хотя бы наше распределение. Ты помнишь, что одно место было все в театре? Меня туда взяли, а я мог бы пойти с тобой в редакцию. А в редакцию ты пошел один близкий, друзья, так как я поступил... Ты самый близкий на сегодняшний день мне человек. Да тебе просто выгодно так считать. Ты вообще мне человек на побегу. Так случилось. Да даже с этой самой идеей. Я мог послать выйти у кого угодно, дать денег и отправиться этой бутылкой. Просто ты подвернулся, и я тебя отправил, подумал, тебе деньги нужны. Вот и все. Это все ерунда, я тебя прекрасно понимаю. До тебя все так свалилось неожиданно. Но, однако, дороже тебя на сегодняшний день у меня никого нет. Я понимаю, что, поверьте, это невозможно, трудно и тяжко. Но завтра 21 день смерть все равно возьмет свою жертву. Я не знаю. Я на тебя совсем не опишусь, поверь. Действительно, так на тебя все свалилось. А принять это все... То есть мне сказали, я не знаю, свихнув, что... Ты еще все-таки человек сильный. Ну, нет, ты меня простит. Ты, наверное, действительно мой самый близкий друг. Никто для меня столько не делал, сколько ты. Я просто этого не замечал. А понял только сегодня. Это мой близкий друг. Я еще подумал, что... Наверное, чему быть того не виноват. Может быть, все их слышу. Прости. Да. Что теперь делать-то ужасно? Замещание будет писать? Время есть. Если верить твоим словам. Целая ночь впереди. Ленку жалко. Знаешь что? Прости, я хочу побить один. Ну, что? Давай прощаться. Насыщенный вечерок получился. Ленку жалко. Ленку. Ленку. Ну, Олег. Перестань. Ну, ты в машину. Олег. Олег. Возьми себя в руки. Какой ты дурак. Ой, какой ты дурак. Что ж ты поверил во всю мою лабуду? То, что я в Индию ради тебя поехал. Что я виагру искал по всему континенту и привозил для тебя. Ничего подобного. Этот флакон я на Арбате купил после того, как вернулся. Там их полно. Купил в аптеке пузырек с какой-то настойкой. Налил туда, чтобы тебе хорошо было. Ой, какой ты дурак. А деньги твои я, знаешь, как мировецки истратил. В казино сходил, девочек поснимал, водочки попил качественно. Я тебе всю свою жизнь уверил, а ты такой же, как все. Понимаешь, ты ради своей шкуры придашь любовь, друга, жизнь. Да что угодно, только тебе было бы хорошо, спокойно. Понимаешь, а зачем тебе это, спокойствие, если у тебя детей даже не может быть и нету? Объясни мне, зачем ты все это придумал? Ты сам подумай. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Лёва, а что ты здесь делаешь? Тебя встречаю. Дэнк. Чего ты пешком? Что-то лифт не вызывается. Лёвочка, что с тобой? Что случилось? У меня для тебя такой сюрприз есть. Покажи. Покажи. Пойдем. Пойдем. Иди, 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 иди. Сэрис. Смотри. Опа. Что это? Это нас с тобой шанс. Из Индии. Это что, цветок жизни? Да? Правда? Лёвочка, господи, а скажи мне, откуда она у тебя? Надо диспетчеру позвонить, слушай. Лёвочка, я не знаю, это или чудо, или действительно просто странное совпадение. Я недавно прочла статью в одном журнале. Алло. Боже мой, ну что же, это невероятно. У нас теперь будет ребенок. Не вызывайте на этаж лифт. Через час будете? Спасибо. Слушай, Ленка, ты не помнишь, когда у меня в Братске кашель начался? Очень хорошо помню. Мы как раз смотрели, как индийский самолет в горах разбился. Ты помнишь? Три недели назад. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА